Всем привет! В этом видео я расскажу вам о названиях станций Харьковского метрополитена. Так уж вышло, что многие станции Харьковского метрополитена были переименованы в разные годы. Также многие станции изначально должны были называться совершенно по-другому. А некоторые планировали переименовать, но так этого и не сделали. В этом видео я расскажу о станциях, которые находятся на Холодногорско-заводской ветке. А если вам понравится это видео, то я сниму о двух остальных ветках. Что сподвигло меня снять это видео? Вы наверное слышали, что станцию метро Московский проспект планируют переименовать в станцию Турбоатом. Но станцию уже переименовали. Притом 9 месяцев назад Харьковский городской совет 16 октября 2019 года принял решение о переименовании станции метро Московский проспект в станцию метро Турбоатом. То есть за 9 месяцев там не изменили ни табличку, ни перезаписали голос диктора. В принципе оно и понятно. Переименование одной станции метро может стоить сотни тысяч гривен. Переименовали эту станцию метро по просьбе коллектива завода. Кстати я находил несколько статей, в которых говорилось, что станцию метро Московский проспект декоммунизовали. Одному мне непонятно, что коммунистического условия московский. Причиной переименования данной станции стало то, что изначально она проектировалась под названием Турбинный завод. Лампы на потолке этой станции выстроены таким образом, что напоминают ротор Турбины. Да и плитка на самой станции визуально очень напоминает плитку, которой украшены главные корпусы Турбоатома. То есть станции просто вернули то название, которое планировалось изначально. И никакого политического подтекста в её переименовании нет. Наверное самая интересная история с переименованием станции произошла со станцией проспект Гагарина, которая изначально должна была называться Левада. Эту станцию планировали выпустить в украинском стиле. Её стены должны были украшать мозаики, на которых были изображены полевые цветы и травы. Среди цветов были васильки. Так вот, эту станцию уже перед сдачей в эксплуатацию показывали комиссии из ЦК КПСС. И один из чиновников начал возмущаться, что на станции метро увековечили полевых вредителей. Васильки. Якобы государство выделяет огромные деньги, чтобы бороться с ними на полях, а их тут увековечивают в станциях метро. А станцию переделали под новое название. Добавили литраж с космонавтом, а остальную отделку выполнили на скорую руку. Кстати, мне непонятно, почему станцию назвали проспект Гагарина. Мне кажется, если бы её назвали просто станцией имени Юрия Гагарина, было бы намного интересней. Эту историю я рассказывал по памяти, потому сильно меня не вините, если найдёте неточности. Итак, следующая станция, которую мы рассмотрим, это станция Индустриальная, которая долгое время носила название Пролетарская. У меня тут много вопросов. Во-первых, почему в этом районе назвали всё, что можно, словом Индустриальная или Индустриальный? Проспект Фрунзе декоммунизировали, стал Индустриальным. Орджоникидзинский район декоммунизировали, стал Индустриальным. Метро Пролетарская декоммунизировали, стало Индустриальное. Ещё один вопрос. Насколько уместно переименовывать станцию в то имя, которым уже называлась другая станция? И третий вопрос. Насколько уместно декоммунизировать станцию, переименовав её, но не убрав с её стен украшения в виде серпов и молотов? Когда станция метро Индустриальная проектировалась, то её хотели назвать завод Электротяжмаш. Также рассматривали вариант названия Роганская, но всё же остановились на названии Пролетарская. Такое название станция носила с 11 августа 1978 года по 17 мая 2016 года. В 2016 станцию решили переименовать в рамках декоммунизации. Помимо варианта Индустриальная, также рассматривался вариант Зелёный Гай в честь парка, который находится вблизи станции. Следующая станция, которую мы рассмотрим, это станция Тракторный завод. Изначально эту станцию просто планировали назвать ХТЗ, в принципе так её сейчас в народе и называют. Её стены украшают шестерёнки, в которых надпись ХТЗ, а также пол на платформе этой станции выполнен в виде следа от протектора трактора. Однако на более ранних этапах проектирования станцию планировали назвать Ардженикидзинская или Лосева. А в 2015 году рассматривали вариант переименования станции в станцию имени архитектора Алёшина. Но я считаю, что это очень неуместно, так как вся станция декорирована в стиль тракторного завода. Итак, дальше пойдём по порядку. Следующая станция имени Александра Масельского. Её проектное название было «Завод Южкабель», но при принятии в эксплуатацию она получила название «Индустриальное». В 2004 году её решили переименовать в честь великого политического деятеля Харьковской области Александра Масельского. У меня была очень интересная история, связанная с этой станцией. Я общался с одним человеком, и он мне рассказывал, уже не помню о чём, но что она находится на метро «Индустриальное». После чего я говорю, что такого нет на метро «Индустриальное». Я так сначала призадумался, а потом понял, о чём он. Очевидно, человек либо долго не был в городе, либо по привычке называет эту станцию «Индустриальное». А из-за того, что такое название уже носит «Пролетарская», получилась путаница. В общем, мне кажется, что когда-нибудь нужно будет переименовать станцию Масельского в станцию «Пролетарская», и тогда вообще всё станет на свои места. А так, я считаю, что лучшим названием для этой станции метро было бы «Стадион ХТЗ», но это моё личное мнение. Следующее – метро «Армейская». В проекте она называлась «Завод сантехники». Однако при запуске в эксплуатацию станция получила название «Советской армии». Очевидно, потому что в этих местах проходили жестокие бои во время Великой Отечественной войны. Уже после принятия закона о докоммунизации станцию переименовали в «Армейская». Дизайн этой станции такой, что в принципе её по-другому переименовать не получится. Потому что одним из элементов, украшающих станцию, является щит со звездой. Станция «Дворец спорта». Когда её проектировали, то использовали название «Завод-кондиционер» или «Станция 60-летия Советской Украины». Но при сдаче в эксплуатацию в 1978 году она получила название «Станция Комсомольская». Накануне 9 мая 1994 года станция получила название «Маршала Жукова». А 18 мая 2016 года станцию переименовали в рамках закона о докоммунизации на «Дворец спорта». Потом выяснили, что Жуков не является лицом, которое требуется декоммунизировать, но в станции не вернули прежнее название. Кстати, насколько я помню, на одном из выходов из станции метро стоял бюст Георгия Константиновича Жукова. Я уже очень давно не был на этой станции, потому не знаю, остался он или нет. Если кто-то знает, то пусть напишет в комментариях. Станция метро «Спортивная». В проекте называлась «Станция метро. Стадион». Станции метро «Площадь Конституции» в проекте планировали назвать «Станция Советской Украины» по имени площади, на которую выходила станция метро. Однако при запуске в эксплуатацию она получила название «Советская». Вот таким названием эта станция просуществовала с 23 августа 1975 года до 20 ноября 2015 года. Я помню, как ехал в одну сторону, и эта станция называлась «Советская», а когда через 4 часа ехал в обратную сторону, она уже называлась «Площадь Конституции». Станцию метро «Южный вокзал» изначально планировали назвать просто «Вокзальная». И последняя на сегодня станция «Холодная гора». При проектировании ее планировалось назвать «Станция Свердлова». При запуске в эксплуатацию она получила название «Улица Свердлова». 10 августа 1995 года станция получила название в честь исторического района, где она находится – «Холодная гора». Также рассматривался вариант по новому названию улицы – «Станция Полтавский шлях». В 2008 году от Михаила Добкина поступила инициатива назвать одну из станций Харьковского метрополитена в честь великого харьковского политика Евгения Кушнарева. Напишите в комментариях, какую станцию метро хотели назвать именем Евгения Кушнарева. А также напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение этого видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok